доброго времени суток всем кто заглянул на мой канал сегодня у меня как бы подведение итогов за февраль месяц что было связано но не так уж и много хотя был один большой проект это плед также меня захватили вот такие шапочки шапочки получились но мне очень нравится я их решила немножко как бы ни одного цвета делать а вот здесь другой цвет также здесь резиночка и здесь такой цвет резиночки только немножко но сейчас все более подробно расскажу шапочки не проходили еще в этого но я думаю что их можно и так одевать ну я конечно по стираю хотя моя сестра когда одевала шапочки шапочку который я и связала она сказала что не надо было мне ее стирать я и говорю по стираю она постирала потом говорить не надо было мне ее стирать лучше бы я ее так носила людям по-разному нравится и понравилось вот как выглядит нестиранная шапочка и на голове хорошо сидит все но когда она постирана она уже не меняется ничего не меняется она наоборот распушается и с пряжи уходит ее пропитка пряжа раскрывается но вот моей сестре например понравился эффект когда пропитка не смыта здесь вот тоже пропитка не смыта но когда смоется вы знаете что появится пушок и наверное вот это ей не понравилось пушок этот но ничего она сказала что очень нравятся эти шапочки кстати я и вязала вот такую точно шапочку мне оставался один моточка света мне подарила светлана связано с светлана канал и и вот и это это цвет я сейчас прям сразу скажу потому что спрашивали про другой цвет это вот такой цвет 4412 вот характеристики ализе супер вошь вы уже знаете наверное 100 грамм 420 метров и состав 75 шерсть и 25 процентов полиамид очень хорошая пряжа классная прям сейчас много многие на многие найти такую фишку используют пишут что вижу по три штуки в день по 5 штук в день и вот так и хочется сказать что я тоже вижу не по три конечно штуки в день но вижу вот шапочки захватили меня а мне правда не нравится этот подход когда видео называют там вижу по три штуки в день и все моим подругам нравится мне это не нравится честно скажу я понимаю когда это блогеры которые разговор вот блогеры которые не вяжут невязальные блогеры они пишут например вот есть канал я сейчас немножко отступлю если кому-то хочется именно по вязанию прокрутите немножко вперед а я сейчас немножко расскажу про один канал девушка живет в америке вышла замуж за американца ведет канал и вот у нее под видео стоит абсолютно нормальный как этот название видео абсолютно нормальная то есть она пишет что будет в этом видео очень удобно когда под видео написано что вы увидите вы уже готовы к этому но заставка к видео у идет другая например вот она замужем за американцем и она пишет американец разводится мы бежим и смотрим что же это муж с ней разводится что случилось а когда в видео заходим оказывается что американец но не ее муж а просто такую историю она рассказывает что какой-то там американец может быть знакомая может не знакомый разводится то есть это такая ловушка это такой ход я думаю что на таких каналах где показывается жизнь просто болтовня какая-то идет грубо говоря вот там это возможно это привлекает внимание и я считаю что даже оправданно это нормально там писать под видео когда видео о вязальных изделиях люди хотят вязаных изделиях люди хотят видеть правду суть того что то есть на картинке мы должны писать то что находится в самом деле в этом видео вот это такое мое мнение поэтому я не буду писать что вижу по три штуки в месяц или по 5 но хотя так она и есть в месяц то я не буду так завлекать вот просто шапки меня захватили это более приемлемый такой вариант когда вы пишете название такое отступление у меня сегодня просто не потому что высказаться хотелось нет на самом деле у меня вот они шапки связалась три это конечно не предел просто еще плед заканчивал три шапочки за месяц и это еще не все начата четвертая шапочка осталось еще вот такого цвета осталось еще пожалуй на шапочку и и вернее вот наверх шапочки и низ я сделаю тоже какого-то другого цвета так что вот еще четвертая шапочка вот тут пожалуй еще будет вверх для одной шапочки а не сможно будет другой связать пряжу куда-то надо использовать столько носочков мне не нужно а шапочки меня правда захватили и вот еще одна шапочка начата тоже вот вяжется все как бы не знаю одного или нет размера но на меня они подходят мой сын тоже носит шапочку похоже я уже показывала какого цвета джинсового такого красивого так вот эти шапки наверно где-то вся четвертая может быть и больше размер подойдут и сейчас из чего вяжутся шапочки так вот это пряжа я уже говорила так здесь 4412 цвет а то спрашивают иногда что за цвет такой вот я показываю смотрите внимательно и вот этот цвет вот такой вот такой цвет это 2701 вот пожалуй знаете как получается из двух из до из двух мотков пряжи alize super wash можно можно связать три пары носок ну правда размер там смотря какой но вполне реально связать также у меня получается вот третья шапочка идет для того чтобы она была теплее я делаю подклад так отложу и покажу шапочки первое здесь alize baby wool как видите желтый цвет ушел почти моточку отсюда если alize super wash идет меньше то здесь ушел почти моточек она в общем по толщине почти такая же немножко потолще получается если не делать вот такую резиночку внутри то она будет пошире конечно я сделаю резиночку вот можно носить на эту сторону можно носить на эту сторону зато если кому-то колется вот это alize super wash то alize baby wool колодца не будет вот так можно носить удобно ну я говорю почти подходит под толщину вот это этой пряжи alize baby wool почти но немножко потолще все-таки и вторая шапочка тоже alize baby wool здесь резиночка не на всю шапочку связана и она вот здесь вот получилось немножко шире чем то но все равно нормально вторая шапочка а эту шапочку я уже связала полностью одинаковый вот и осталось еще немножко сделаю половинку шапочки вот красиво ложится рисунок макушки тоже красивый так это про alize super wash вот эта пряжа это пряжа не alize super wash это himalaya socks так здесь 400 метров на 100 грамм состав тоже такой же 23 75 75 super wash и 25 нейлон то есть носочные носочная пряжа так вот носочки должны выглядеть но я начала вязать шапочку из нее и вот такая она она бледнее чем на экране на экране немножко поярче она бледнее и у нее такой эффект мне кажется вот из ниточек как бы которые уже были в употреблении собрали просто клубочек намотали разных разных ниточек и вяжутся ну тоже нормально о тактильные ощущения вот от этой пряжи и alize super wash мне нравится я на кубоку попробовала вязать она суховато у нее обработка видно побольше покруче и она суховато я пока еще не связала распустила шапочку потому что я ошиблась номере спиц думала что они там два с половиной они были три и рыхловато получалось эти спицы у меня 275 я не хочу на тонких совсем вязать вот здесь так просвечивается но когда постирается все-таки заполнится вот эти немножко как бы отверстия в общем нормально на 275 меня устраивает вот такая будет шапочка шапочки я вижу для деток канал не так сейчас петельки цветочки называется канал вспомнила вспоминала знаю что два слова петельки цветочки и татьяна организатор этого совместного совместного проекта по вязанию деткам в детский дом вот этих но это я вижу шапочки просто они меня захватили а так там и варежки там носочки там и шапочки и снуды девочки вяжут повязочки на голову все что угодно вот проект продолжается поэтому ссылочка на канал татьяны будет у меня под видео можно будет присоединиться я думаю что такие проекты они не закончатся они будут продолжаться поэтому даже в течение года можно будет присоединиться или найти такой канал который будет продолжать вот это дело но я знаю что люди которые начали вязать на благотворительность вот как у анны полозняк носочки для тоже для людей с проблемами со зрением там вязались и сейчас этот проект будет он продолжаться то есть можно в течение года повязать носочки предположим или какие-то такие может мелкие вещи для детей варежки носочки шапочки снуды а кому хочется без рукавочки повязочки на голову и потом в конце года вот носочки отправить а не полозняк а другие изделия вот пока татьяне ну можно еще найти девочек если кто-то кто-то пожелает то есть пишите под видео мы найдем еще канал лёля рукодельница Оля организовала тоже такой же проект там мы вяжем пледики тоже ссылочка будет под видео смотрите и вот это все пока на сегодняшний день по шапочкам по носочной пряже я покажу сейчас пледик так я его связала надо правда взвесить ну в общем покажу пледик хотя вы его уже видели просто скажу размеры и все все остальное вот этот пледик положила но он свернутый конечно надо будет сделать фотографию чтобы показать какой он в общем ну вот такой так я его постирала заправила кончики а вот нашла пока тут переворачиваешь находишь еще какой-то кончик но это хорошо что не отправилась таким сейчас заправлю и обвязала я его просто сначала столбики столбики без накида а потом уже вот такие веерочки у меня на канале есть как обвязывать веерочками видео тоже ссылочка будет под видео все вроде бы пледик 924 грамма получился размером 120 на 135 такой приличный укрыться можно ну надеюсь что послужит кому-то кому достанется надеюсь порадует своего хозяина или свою хозяйку кому достанется так пледик вот готов и результаты работы за месяц за февраль сделала записи ну для того чтобы для меня это уже для меня январь была у меня 826 грамм из расходована пряжей а февраль 728 шапочки на 214 грамм вышли плед 514 вырезала так что у меня в среднем месяц получается вот так вывязывая 700 800 грамм совсем немного потому что пряжа тонкая работают связать такую шапочку на два дня да до 2 дня уходит поэтому ну кроме этого есть еще другие дела какие-то не только вязание так что вот так сделала связала на ну что еще сказать думаю что сказать все на этом я закончу и и анонс наверное следующего видео хотя я не знаю успеет или нет ко мне идет пряжа на день рождения мне подарок сделала Тонечка скребкова когда-то она подписалась ко мне пришла от Анны вязаный стиль от Анны пришла Аня тогда обо мне рассказала о канале и вот все подписчики очень много-много подписчиков пришло от Ани спасибо Ане за это и среди них Тонечка она осталась со мной и мы как-то подружились сейчас правда общаться получается меньше дела семейные и у меня и у нее там не всегда наверное получается но все равно ватсапе мы переписываемся хотя бы доброе утро сказать или добрый день друг другу это мы всегда можем и вот Тонечка мне сделала подарок подарок я его преобразовала в пряжу конечно пряжа там идет носочная новенькая и в общем я потом покажу вам все что я заказала и расскажу так что анонс следующего видео или через видео как получится я вам вот об этом сейчас рассказываю